Залог своего будущего развития и успехов Турция видит в качественном образовании. Расходы на один из приоритетов развития страны являются самой крупной статьей госбюджета страны. Анкара нацелена на то, чтобы как минимум 10 университетов Турции вошли в топ-500 лучших учебных заведений мира. Важной составляющей качественного образования являются профессиональные кадры. За последние 20 лет число преподавателей в системе образования превысило 1 миллион человек. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайп Эрдуган. Он подчеркнул, что по соотношению числа учителей к учащимся, Турция достигла среднего показателя организации экономического сотрудничества и развития. Более 75% из общего числа учителей страны трудоустроены в годы правления партии «Справедливость и развитие». Половина из 45 тысяч учителей, которые сегодня получат распределение, будут работать в зоне февральских землетрясений. На сегодняшний день в сфере начального образования на одного учителя в Турции приходится в среднем 15 учеников, тогда как раньше этот показатель составлял 28 учащихся. В сфере среднего образования статистика также улучшилась. Ещё в начале 2000-х лишь 44 из 100 подростков с неполным средним образованием в Турции продолжали обучение в лицеях. Сегодня же этот показатель достигает 99 из 100. Отмечу, что бюджет системы образования Турции достигает свыше 6 миллиардов лир. Турция также является одним из самых популярных направлений для азербайджанских студентов. Более 22 тысяч азербайджанцев уже получают образование в более чем 50 провинциях Турции. Очень много факторов, способствующих выбору азербайджанскими студентами турецких высших учебных заведений. Одна из основных причин, по которой наши граждане выбирают образование в Турции, заключается в том, что страна близка к нам по расположению и у нас схожие языки. Все эти факторы делают образование именно в Турции более доступным для студентов, нежели в других странах. Безусловно, большую роль в том, что выбор азербайджанских студентов падает на вузы Турции, играет наличие братских отношений между двумя странами. Ну и, конечно же, следует отметить, что образование в различных регионах Турции весьма доступное. К примеру, в Анкаре, Измире и в их регионах можно найти университеты с платой за годовое обучение, начиная от 800 до 1200 монатов. Можно получить образование и в государственных вузах. Есть какие-то специальные программы, даже льготы для определенной категории лиц. А наличие общежитий с хорошими условиями также помогает сэкономить студентам свой бюджет. По официальным данным, количество азербайджанских студентов, обучающихся в Турции, в прошлом году превышало 25 тысяч человек. В первую очередь, азербайджанских студентов привлекают в Турции более низкая стоимость и качество образования. А благодаря родству языков, азербайджанским студентам сравнительно легко освоить турецкий язык. В Турции также действуют различные стипендиальные программы, на которые могут подать студенты из Азербайджана. Такие программы охватывают уровни бакалавриата, магистратуры и даже докторантуры. «Наши студенты получают образование в различных странах СНГ, а также в соседних с Азербайджаном государствах. Однако лидером по качеству образования всё же эксперты считают турецкие вузы. В различных регионах страны обучаются наши соотечественники. Это не только Стамбул, Анкара и Измир, но и Игдыр, Эрзинджан, Сивас, Карс, Гюмешхана, Будур, Сакария и так далее. И тот факт, что университеты находятся не в столице или в более развитых городах, никоим образом не влияет на качество образования. И это важный фактор». В феврале этого года в провинциях Роман-Мараш произошло разрушительное землетрясение. Стихийное бедствие, вызвавшее серьёзные разрушения в десяти провинциях, повлияло на все сферы жизни турецких граждан, в том числе и на сферу образования. Однако, по мнению экспертов, последствия катаклизма никак не повлияют на количество студентов, планирующих получить высшее образование в Турции. Так как работы по устранению последствий землетрясения идут полным ходом. К слову, обучение можно получить и дистанционно. В целом, правительство Турции делает ставку на максимальный доступ молодёжи к системе высшего образования с последующим трудоустройством. Именно поэтому число университетов в Турции за последние 20 лет возросло с 76 до более чем 200. По словам президента Реджепа Тайпа Эрдогана, современная Турция может похвастаться тем, что молодёжь страны уже не стремится к обучению за рубежом. А возможным это стало благодаря превращению республики в крупный центр образования, куда приезжают на учёбу студенты из других стран. Вузы функционируют в каждой из 81 провинции Турции. При этом сама турецкая молодёжь стремится к карьерному росту в родной стране. Эльнар Алиева, CBC. Продолжение следует...